А, все, нашла. Запись я включила. Что ж, добрый день еще раз. И сегодня мы поговорим более подробно о мобильном офисе. Вчера мы объявили об этой новости. Мобильный офис, как вы уже поняли, это последнее обновление вашего личного кабинета, то есть кабинета партнера бренда. И в нем произошли, так скажем, нововведения. В дальнейшем все блоки по очереди, которые есть на нашем сайте, на ваших телефонах, смартфонах, они все обновятся, и будет такой, знаете, классный, удобный формат. Я вчера говорила о том, что мобильный офис, вообще это приложение на ваших смартфонах, оно обновится и станет еще более удобным и простым, интуитивно понятным. То есть если раньше было, допустим, непонятно, что в каком блоке находится, в каком разделе, где мне найти ту или иную информацию, то теперь все будет упорядочено и достаточно просто. И все, так скажем, обновилось таким образом, чтобы вы могли именно работать со своих телефонов. Не с компьютера, где нужно большой экран, а именно с телефона открыть отчет, посмотреть и так далее. Так вот, что же внутри этого мобильного офиса теперь есть? Или что же там обновилось? Сейчас вы видите на своих экранах вот эти вот пять основных блоков. В ближайшее время вот то, что у нас будет, то, с чем мы можем работать, это получается профиль партнера бренда, да, то есть вы заходите, и вы там сразу увидите обновление. Потом программа «Шаги к успеху» — это для новичков онлайн-гид, бизнес-обзор, то есть это бизнес-аналитика с отчетами, там будете работать, новости компании и модуль управления заказами. Давайте посмотрим подробнее, что же именно изменилось, как это изменилось, так, чтобы вы не заблудились в своем личном кабинете и смогли легко и просто найти всю необходимую информацию. Так вот, партнеры. В первую очередь это профиль партнера, то есть вы заходите, и раньше вы видели, например, вот как на плашке, да, были ваши показатели, личные объемы там и так далее на главной страничке. А теперь этот блок уйдет в раздел, в модуль, да, бизнес-обзор или мой бизнес, он называется, и там будут все теперь показатели, данные, да, и так далее, все отчеты, аналитика, в общем. Здесь теперь в профиле партнера будет только ваша фотография, да, и она получается, если вы загрузите свою фотографию, то есть она будет отображаться у вас на главном экране. Если оно, вот это изображение отсутствует, то кликнув буквально на кнопочку, можно будет его загрузить. Итак, еще мы сюда добавили индикатор вот с датой, если вы видите внизу, да, индикатор с датой закрытия каталога, то есть когда будет завершение каталога, да, и сколько дней осталось до завершения каталога. Вот это изменение именно в этом. Блоки в профиле, да, то, что, в принципе, так, думаю, понятно. Но самое интересное, это у нас появился теперь раздел для новичков, для тех, кто впервые в компании, для тех людей, которым достаточно, да, может быть, сразу сложно, да, понять, что на сайте, как на сайте. И здесь есть вот такая вот классная программа. Она, это прямо называется онлайн-гид для новичков. Он состоит из шагов, да, то есть мы начинаем, допустим, с приветствия в компании Арифлейм, да, вот видите, шаг один, добро пожаловать в Арифлейм, следующий шаг, да, там какие-то рекомендации даются, вот, вступай в группы в Арифлейм в социальных сетях, да, далее найди свою движущую силу. То есть в этой программе можно будет прям новичку от и до пройтись по всем важным моментам, которые есть в компании, и, соответственно, легче и более понятно, да, адаптироваться в компании, что сейчас важно, он будет, это приложение, программа будет давать какие-то рекомендации. Здесь вы видите, да, что в меню, в модуле по умолчанию отображается вкладка «Что нужно делать?», видите, и вы ее можете кликнуть, «Что нужно мне сделать?», да, допустим. Кликайте на «Сделано», и вы смотрите те шаги, которые вы прошли, что вы уже сделали, да. Все это можно, ну, так видите, да, кликабельно можно вернуться к своим старым, да, активностям, посмотреть, что там было и так далее. Во вкладке «Нужно сделать?» отображаются только незавершенные задачи, то есть есть определенные активности, которые вам еще предстоит, да, пройти, и как бы программа вам напоминает, что мне нужно делать сейчас, сам мне пойти, да, и так далее. И здесь вы видите, да, что показывается три шага максимум. Ну, если у вас, естественно, осталась там одна или две задачи, то она отображает вот эти вот первые задачи, а остальные нет. Дальше. Итак, когда вы завершаете какой-то шаг, программа вас прям поздравляет, что этот шаг успешно пройден, что теперь его можно будет найти по вкладке «Сделано», да. Вот, в принципе, такое, ну, все достаточно пустое, и, знаете, вот она идет, идете, идете, и вот он сам вам автоматически показывает, что куда двигаться, да. Далее. Что еще классное в этих шагах? Я вчера говорила о том, что будет возможность добавлять контакты. То есть самый важный инструмент, который мы используем, да, в компании для рекрутирования, это мы создаем список контактов, работаем с теплым кругом, с холодным кругом, обрабатываем все эти виды контактов. И здесь у вас возможность есть в этом приложении. Я сейчас отключу. Так, угу. Извиняюсь. Единственное неудобство, да, зума. Вот, список контактов. Здесь есть все списки контактов. Обратите внимание на меню, да. Вы добавляете новый контакт, заполняете его фамилию, имя, да, номер телефона, какие-то личные данные, электронный адрес. Может быть, если вы этого человека еще не зарегистрировали, то предстоит, да, допустим, работа над этим контактом. Опять кто-то включил микрофон. Пожалуйста, если вы заходите в кабинет, ну, к нам навстречу, вы отключайте свои микрофоны, чтобы я отдельно не отвлекалась на это. Вот. И список контактов вы видите, да, то с ним можно работать прям. Он очень удобный и функциональный. Посмотрите, есть прям все, да, контакты отображаются, то есть, если вы хотите все посмотреть. Есть контакты, с которыми вы, допустим, связались, и с которыми еще не связались, с теми людьми, с которыми нужно еще поработать. Вот. Так. Микрофоном зашел. Далее, в этих же списках, ну, в принципе, здесь те же самые шаги. Смотрите на то, с кем вы уже поработали, какой результат, возможно, работы, да, ну, переговоров. Согласен человек, зарегистрировался, не согласен. Может быть, его можно отложить до следующего, да, момента, когда он будет готов к тому, чтобы начать работу в Арифлей. Вот. И вот это, мне кажется, просто классная функция, классная возможность, которую обязательно нужно использовать для других партнеров. Айдана, пожалуйста, не включайте свой микрофон. Так. Что еще есть в приложении для новичков «Шаги к успеху»? Особенно лидеры, которые сейчас работают со своими мальчиками. Я думаю, для вас это будет удобно. Извините, но я исключу Айдану из этого. Невозможно. Я извиняюсь. Что есть еще? В «Шагах к успеху» для новичков есть такой классный блог, где он может, ну, он называется, да, «Найди свою движущую силу». То есть здесь вы ставите свои цели, то есть заполняете именно в этом разделе, в моем профиле, видите, внизу, здесь вот в нижнем левом углу. Мои цели. Их можно прямо прописать. Чего я хочу, да, достичь в Арифлейме, какая у меня мечта. Допустим, ваш новичок хочет в ближайшее время выйти на доход, к примеру, 300 тысяч. Что ему для этого нужно? Хочу уровень или звание золотого директора, старшего золотого директора. Иметь персональную группу, там, 7500 бонус баллов, чтобы у меня регулярно падало вознаграждение со структуры и так далее. То есть здесь цели прямо представляются, и обязательно их можно будет еще обновлять, да. Достигли цели свои определенные, да, конкретные, краткосрочные, может быть. Переходим к следующей задаче, да. И все это в этом же приложении можно делать. Что еще мы сделали для вас? Мы обновили для вас раздел с отчетами. Он называется «Мой бизнес», в данном случае «Бизнес-обзор». На слайде вы видите название, но он называется «Мой бизнес». Что здесь? Вообще отчеты, раньше они, я так полагаю, они были вот в разных местах, да. Теперь это все будет в одном месте удобном, где вы можете использовать разные виды отчетов. Все показатели, обратите внимание, как это было, да, информация о бизнесе на главной страничке, если вы помните, то у вас было. Их, да, нужно было искать в разных местах. Теперь все это в одном месте, и вот бизнес-обзор перешло в ваши вот эти показатели KPI-бар, да. Помните, баллы лояльности, сколько личных бонус-баллов вы сделали, какое у вас вознаграждение со структурой, да, текущее за предыдущий каталог. Вот все это в этом бизнес, в KPI-баре. Далее, если вы выберете, да, выбор отчета, показать какой-то конкретный отчет, который вас сейчас интересует, то есть его можно будет прямо вот в одном месте запросить и вытащить, конкретный отчет, которому вы хотите сейчас поработать. Вот, все удобно опять-таки и в одном месте, не нужно искать. Сейчас это будет выглядеть так, как справа, да, то есть ваши KPI-показатели, а далее выбор отчета, выгружаете тот вид отчета, который вам нужен, и вот система в моем бизнесе предлагает вам посмотреть свою активность, может быть, объемную скидку и так далее. Все это в блоке «Подробнее», да, вот чуть ниже этого блока «Бизнес-обзор», нажимайте вот здесь кнопочку «Подробнее» внизу, если видите, да, и все, пожалуйста, у вас отчеты готовы. Что еще? Следующий блок, это четвертый блок, который мы обновили тоже, это «Новости». Вообще «Новости» — это такой раздел, в котором вы сможете видеть те, да, так скажем, «Новости», да, грубо говоря, которые нужны вот сейчас именно в этом каталоге. Что сейчас актуально, что сейчас важно. Здесь, как вы видите, до пяти статей, до главной страницы будет. Добавлена категория новостей, их можно менять, выбирать, да, то есть информацию, которая вас сейчас интересует. И если нажать кнопку «Подробнее», здесь, к сожалению, на другом языке указана, вот эта вот внизу кнопочка, она, ну, как бы переводится как «Подробнее», и пользователь попадает именно в раздел конкретной определенной новости. Новости, я еще раз повторюсь, они разделены, ну, в общем, имеют четкую категоризацию, да, по типам. И, допустим, если вы на определенном уровне находитесь, в каком-то, допустим, я старший менеджер, для вас будет актуальная информация и в новостях именно для вашего уровня какого-то. Если вы там новичок, то другая для вас информация. То есть для разных видов партнеров, да, для разных уровней, разные виды новостей. Вот. Из чего вообще состоит еще раз, да, таки раздел новости. Из навигации здесь очень удобно, да, можно выбирать ту информацию, которая вам необходима, заголовки, список категорий и статьи, которые относятся к различным категориям. Вот. В принципе, это будет вот таким вот образом выглядеть. Что здесь еще прикольно и классно, это то, что этот блок новостей, он будет синхронизирован, как раз таки, про который я говорила, топ-5 новостей, которые продвигаются в бизнес-приложении. Вот. Все это здесь теперь будет в одном месте. И, конечно же, это управление вашими заказами. Здесь этот модуль тоже обновлен. Опять-таки, как и сейчас, в принципе, вы видите, да, в ваших заказах, те заказы, которые были сделаны недавно, да, последние. И вот этот блок управления заказами теперь будет в самом низу, имейте в виду, в самом низу мобильного офиса. Здесь, опять-таки, можете оплачивать свои заказы, да, можете отслеживать предыдущие счета, что не было, допустим, оплачено, и, может быть, требуется оплата какая-то, да, мы видим в примере, что заказ возвращен и так далее. У кого-то есть вопрос, да? Кто-то вот ручку поднял, кто-то хочет задать вопрос. В принципе, можете подключить микрофон и задать его. Окей. Есть ли вопросы по вот этим блокам? На самом деле это все вот самое важное, основное. И что еще в управлении заказами обновилось, да, посмотрите обязательно, вип-заказы. Они раньше были вот в этом блоке, как вы видите, да, в избранном можно было найти, а сейчас это будет прям в заказах, в самом разделе заказы, управления заказами. Здесь будет вся информация по, допустим, вот заказ, история заказов, заказы клиентов, управление подписками, вип-заказы, претензия, доставка и так далее. Все в этом блоке. Опять-таки, не нужно будет где-то искать информацию в разных местах. Вот, дорогие партнеры, в принципе, по мобильному офису на текущий момент это вот все обновления, которые есть. У нас еще в работе другие модули. Скажите, пожалуйста, меня все не слышат? Или только Мадина, к сожалению, меня не слышит? Напишите, пожалуйста, в чате, все ли меня слышат? Слышно, слышно, все вроде бы слышат нормально. Хорошо слышно. Слышно, все хорошо. Вот, по мобильному офису у нас вот сейчас пять, грубо говоря, обновлений. Дальше больше, конечно, обновиться все. Будет сейчас в разработке конкретно сейчас это раздел служба поддержки, также календарь мероприятий и еще квалификации на конференции. Вот эти три раздела, они сейчас в разработке уже. Скоро, я думаю, будут готовы для нас. Все это запускается с 14-го каталога. Вот эти вот, которые пять блоков мы сегодня рассмотрели, они будут доступны уже в ваших кабинетах. Шаги к успеху, кстати, уже доступны в личном кабинете. Вы можете заглянуть в этот раздел, посмотреть, что там есть интересного нового, дать свою обратную связь в чатах. Если есть какие-то вопросы, мы на них с удовольствием ответим. Технические какие-то моменты, еще что-то. И, пожалуйста, мы открыты к обсуждению, к разговорам. Может быть, у вас будут какие-то со своей стороны рекомендации, пожелания, вопросы. Если сейчас есть вопросы, пожалуйста, вы можете их задать, озвучить. Прямо можно подключить микрофон, поговорим, обсудим. Может быть, вернуться к какому-то из блоков, если что-то непонятно. Вопросов нет. Спасибо большое за информацией. Пожалуйста. Рады помочь, рады улучшить все процессы, которые есть в компании. Сделать работу для вас максимально удобной, простой, легкой. Если нет вопросов, то давайте мы завершим нашу встречу, наш такой, скажем, мини-тренинг, обзор по мобильному офису, который у нас уже есть. Спасибо большое. Вопросов нет, все понятно. Да, самостоятельно посмотреть, кликать по блокам, изучить. Тогда информация как раз-таки лучше ложится, лучше запоминается. Все, всем большое спасибо. Здравствуйте, Дина, я чуть позже зашла. А где посмотреть шаги успеха в каком блоке? Шаги успеха, они сейчас у вас в личном кабинете есть. Сейчас я покажу. Именно, в каком разделе? Вы, если сейчас зайдете в «Мой бизнес», раздел, ну, наш старый раздел «Мой бизнес», давайте вот так прямо сейчас я сделаю. Видно экран, да? Да. Спасибо. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok 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 Вот новый раздел «Мой бизнес», где отчеты все А есть, получается, отчеты, а вот новый раздел «Отчеты» называется И здесь вы чуть ниже видите, вот они, шаги к успеху, они перенесли их в отчеты Не в рекрутировании, а в отчетах У вас появился вот такой вот новый блок? Отчеты, шаги к успеху Да, отчеты, вот есть А, всё, вижу, всё, всё, спасибо большое Всё, пожалуйста, да? Спасибо Всё, спасибо тогда всем большое ещё раз Спасибо, хорошего дня, до свидания, до свидания, удачи Спасибо, до свидания Благодарю! Пока!